Всем, чьи сердца не остыли в холоде Вселенная дарит чудо Танцуй, моя молодость Горьи, моя молодость Молодость и панк рок Так, ну кто у нас, собственно, начинаем с портала Е3 Я все время грозу и дождь называю Я не хотел, так получается А в начале солнышко-то было Здравствуйте Здравствуйте Вы собрали сегодня всех журналистов, которые были на фестивале, вообще всех Здесь в лицентре, это здорово Дмилия распосталась в либе И первый вопрос Собственно, Лена, хотя не особо похоже, была На официальном сайте проводится конкурс на лучшую летнюю фотографию Что нужно обязательно успеть сделать летом По мнению группы пилотов, что бы вы рекомендовали всем за оставшиеся эти два месяца успеть? Во-первых, обязательно нужно искупаться Иде только можно Мне сегодня напомнили, что я Ведь в Ярославле же в Оргу течет Мне напомнили, что я несколько лет назад обещал в Оргу перейдеть Я сказал, что сейчас я подготовлюсь и на следующий год постараюсь это сделать Потому что у меня в свое время был такой загон И осталось собирать на купание во все города, где мы ездили У меня была собственная коллекция Я переплыл половину из Днепра И, правда, вернулся с половины обратно Течение быстрое Подумать, если я в трусах вынесет километров 10 ниже То неизвестно, как я буду добираться Но вот в Оргу переплыть в Ярославле, я надеюсь, в следующем году Так что сейчас я немножко подготовлюсь А так я искупался почти во всех водоемах Советского Союза В том числе зимой Спасибо А еще на одной спецконференции чуть ранее Как раз на графике вы рассказали о том, что собираетесь Попробовать прыгнуть с парашютом Даже занимаетесь в аэродинамической группе Получилось? Нет, мне нельзя прыгать с парашютом в Оргарме У меня плохо с этим Но я занимался проглайдингом То есть на параплане летал сам, учился И прыгал с парапланом с самой высокой горы в Крыму, с Ай-Петри Вот, у нас там была ответственная стенка 600 метров И вот я до Ялты летел на параплане с Ай-Петри Так что учился управлять самолетом Очень долгие, так сказать, малые авиации управляют Но с парашютом мне нельзя прыгать Поэтому я компенсирую это занятиями аэроакробатикой в аэродинамической группе К сожалению Мне запретили в этой жизни прыгать с парашютом Спасибо Коллеги, если у кого-то есть вопросы, то будет Да Только громче, да, или как-то, чтобы я видел, да Оксана, он видит на мюзик-портал Сейчас, сейчас, да Смутная движуха, да, закончится Привет, да Скажите, вы сказали, что вам запретили А кто запретил? Господь запретил Сейчас все-таки карма, да, все-таки Ну, он сказал, да Не самая удачная жизнь для прыжков с парашютом А я, по-моему, у тебя там есть И кое-то такие посетки за тобой числиться Поэтому лучше не рискнуть Скажите, вот вызвали красу А может быть надо было сказать песни «Ждите солнце» И когда бы мы дождались солнце? Не, ну мне положено Потому что все-таки я родился Будучи заранее названным в свой день В день и не пророка Поэтому есть у меня определенные, так сказать, внутри Родственные связи Вот, и всем известно, что лидера — это бог дождя и грозы Поэтому я знаю примету На мой день рождения всегда это гроза Всегда Уже вот в 43-й раз будет Я уверен, что не пропущу Вы сейчас выступаете с программой Пилот уже не тот А все-таки какой пилот сейчас? Вы знаете, мы только что за это поднимали тост Да, в палатке Я сказал, что Когда вот в последний раз у нас сменился состав Да, несколько лет назад Молодые ребята к нам пришли Сережа с Никитой Вот с этого момента я понял, что И меня в группе стало все устраивать Совершенно То есть я чувствую себя в группе абсолютно комфортно Спокойно и в радости То есть я с радостью не на репетиции Я езжу с ними на гастроли И я сейчас счастливый человек До этого у нас, конечно, очень много лет Три слова по-всякому Да, коллектив То есть были неприятности Были сложные ситуации и так далее Но сейчас, вот именно сейчас Я сказал, что время расставляет все на свои места И сейчас мы находимся на корабле На котором собрались все самые лучшие из лучших У нас прекрасная атмосфера У нас громадные, так сказать, творческие, так сказать, возможности И, в общем-то, результат этого Это четыре пластинки, которые мы одновременно делаем, да Как бы на студии Две из них закончены окончательно уже И в начале сентября выйдут две пластинки Из четырех То есть это будет альбом группы «Билот» Это «Изолятор» Самый тяжелый за всю историю группы Самый такой экстремальный и жесткий И будет аудиостихия Вторая часть стиха выходить Я надеюсь, что в весне следующего года Я закончу следующий альбом Вот языческий такой, как бы, холковый И потом будет выходить еще номерной альбом «Билот» Вот третий уже, как бы, который Более-менее похож на альбом «13» Спасибо Вот еще раз, вы вызвали все-таки грозу, как вы говорите Но во время вашего выступления было солнечно Поэтому, а до этого тоже было дождливо Поэтому все-таки, наверное, все-таки солнце вызывает теми грозу Это вам спасибо большое Спасибо вам Кто-то будет задавать вопросы? Нет Спасибо Следующий вопрос В вашей новой песне есть такая строчка «Море, космос, дети» Сколько чудес на свете Но все-таки для группы «Билот» что является самым настоящим чудом и лично для вас? Я считаю, что вообще в жизни человека есть только два самых великих чуда Это рождение детей и сны Это две вещи, которые до сих пор никто и не смог, и не пряник сможет объяснить, что это такое и как это происходит Вот рождение новых людей, да, и вообще рождение новых существ Как это происходит, да? Я до сих пор в шоке иногда, когда у меня, знаете, доченька сидит и мультики сможет дома Я к ней подхожу, говорю, она от меня отмахивается, говорит, не мешай, я, папа, мультики смотрю И вот я, знаете, с таким странным ощущением, что еще два года назад здесь никого не было вообще Я тут жил спокойно вообще Ну у меня тут, ну, все было как я люблю, да, в квартире А теперь вот эта сидит и уже проявляет характер Я уже такая, папа, иди отсюда, погоди, я тут в мультики смотрю и говорю Как это появилось? Я до сих пор не понимаю вообще То есть это настоящий шок, настоящий фокус Вот это вот магия, настоящее волшебство, это совершенно необъяснимо И сны, конечно, человека, потому что это самое такое волшебство Вот две вещи, наверное, самые чудесные от жизни Может быть банально, а также любовь, или это как раз к рождению детей имеет отношение? Я считаю, что, нет, во-первых, мало кто знает, что такое любовь, да? Мало кто из людей понимает, что это О любви есть очень четкое, ну, обнесение этого понятия Любовь — это дар в себя, это действие Это не чувство, это не эмоции Это действие, дар в себя, во имя счастья другого существа Необязательный человек Вот, поэтому любовь — это норма, я считаю, да? Когда кто-то говорит, что вот мы достигли вот какого-то ощущения любви Я говорю, десничным гордиться Потому что это норма Тот же самый вопрос, когда задают вегетарианство Я всегда говорю, что не надо этим гордиться Вегетарианство тоже был вегетарианцем Вегетарианство — это норма Это не какое-то достижение И то же самое с любовью Любовь — это естественное здоровое состояние человеческого существа Это не достижение, это норма Так должно быть у каждого То есть человек выражается прежде всего в действиях, а не в словах или в чувствах? Да, это величайший секрет, на самом деле Если кто-то хочет поговорить с Богом, я могу рассказать величайший секрет Просто с ним нужно говорить поступками, действиями, а не словами Бог не слышит слов Он видит только твои действия, твои поступки Если хочешь с ним поговорить, поговорить с ним делами Он все увидит Будет отвечать тебе тем же Спасибо Здравствуйте, спасибо, я пора Потом я с ним Я хотел бы просто сказать Вы сказали, что в жизни человека два чувства, да? Дети и сны А если человек не видит снов, значит, нет места чувства в его жизни Нет, такого не бывает Нет таких людей, которые не видят снов Есть люди, которые плохо запоминают их Потому что они слишком привязаны к материальной земной жизни, вот и все И что таким людям делать? Им нужно заниматься Им нужно, во-первых, получить знания о том, кто они на самом деле И развивать душу свою Больше подумать о душе, чем о теле Когда человек не запоминает своих снов, это означает, что он слишком засредоточен на материальном своем существовании Вот и все А можно вам к этому что-то помочь и направить его? Конечно И он должен сам захотеть, в первую очередь? Да, в первую очередь должен захотеть, конечно Потому что навязанный сервис всегда хуже его отсутствует Сначала вопрос, потом ответ, да Вопрос должен созреть Человек должен к этому прийти сам Спасибо большое Не нужно ему абсолютно И подталкивать не надо Самое главное И навязывать Ничего не нужно Пока он сам не спросит Спасибо Вы сказали очень много Говорили сейчас о снах И не могу не спросить О впечатлениях от книг Макс Прайер Нравится? И читаю Потому что Одного Блистования Как раз И сны По Ну, вы знаете Я считаю Что на нашей планете Есть два разных вида Теологических существ Да Первые Произошли от Бога Это Божьи люди А вторые Произошли от обезьяны По-другому И они очень похожи внешне Но совершенно разные внутри Поэтому Те, кто родились от Бога Друг с другом Постоянно общаются Даже не зная друг друга Да Мы общаемся с другом Опять же действиями Мы друг друга снимаем В фильмах Пишем песни Пишем книги И так далее И так далее Мы всегда находимся вместе И мы таким образом Разговариваем с друг другом Даже находясь На разных концах планеты Мы постоянно вместе Вот А люди, которые Разделились от обезьяны Подавлено Они все в разновой Они Каждый живет сам по себе И каждый за себя Вот эта разница Мы вместе Они в разновой Мы никогда не бываем Одиноких Поэтому Я очень хорошо знаю Эту прекрасную девушку Максу Фрай Даже никогда не видел ее в жизни Я очень хорошо знаю ее внутренне Поэтому я думаю Что когда мы с ней встретимся Когда-нибудь А я думаю Что это точно произойдет А вот Я думаю Что мы с ней Поздоровались Как старые друзья Спасибо большое Вы нет? Еще вопросы? Ну тогда Путина Наверное Уже Ну я пошел Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ